Друзья, приветствую вас и себя на канале. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы заходите. Спасибо, что вы у меня есть. И вот сегодня я хочу рассказать о себе, что у меня в жизни происходит. Давайте я вначале коротко расскажу, кто я такая, потому что пришли несколько новых подписчиков. Может быть, им будет интересно, может, кто давно был подписан, кое-какие, не знаете, моменты. В общем, я казашка, родилась в Казахстане, мне 62 года, переехала в Америку почти 7 лет назад, почти 6 лет замужем, счастлива со своим супругом. Вот, живу я в городе Сан-Хосе и живу вот в доме на колесах. Там где-то видео есть в самом-самом низу про дом на колесах. Можете посмотреть, если кому интересно. Ну и, в общем, сейчас вот рассказываю о наших новостях. В последнее время мы занимались только тем, что искали место, куда переехать. Мы выбрали город Редин, это север Калифорнии. Возможно, мы когда-нибудь туда переедем. Возможно. И мы там выбрали из множества RV парков. Мы выбрали два RV парка. Муж выбрал Mountain Gate, а я выбрала JGW RV парк. И, в общем, мы съездили второй раз. Я не соглашалась на Mountain Gate. Муж снова показал. Я, в общем, дала согласие. И у меня муж начал писать письма, имейлы. И в то, и в то. В оба RV парка. И, в общем, RV парк Mountain Gate стал работать с нами очень активно. И что нам не подошло по Mountain Gate? Нам, конечно, не очень нравилось место еще. Оно такое как-то с пригорком. То есть, получается, это вот где-то полтора метра. Вот эти полтора метра, они как бы... Вот, допустим, у меня там цветы стоят, а я там ничего не поставлю. Там вот такой холмик. На протяжении всей территории. Получается, как бы территория уже будет. Полезная, так сказать. И самое еще интересное там, что вот эта вот тетенька, она начала... Вначале говорила, 750 будет цена. Потом сказала, что это будет 800, кажется. Потом она сказала, что нужно сделать страховку на RV. Потом она сказала, что нужно 250 долларов заплатить за то, что вот, допустим, вывоз мусора будет за вот это. То ли это разово, то ли это разово в год, то ли вообще только разово. Потом она, в общем, крутила-крутила, в результате вышло что-то 885. И что-то она последние 40 долларов, когда сказала, в общем, это вот... Постепенно это вот все, эта цена росла. И когда последние 40 долларов сказала, какие-то таксы заплатить за что-то, и тоже мой муж тоже не понял, вроде бы то ли месячно, то ли что. В общем, нам стало что-то... Он мне когда рассказал, говорит, как ты на это смотришь? Я говорю, ну что ты мне прямо, знаете, да, говорю... Знаешь, говорю, мне что-то, говорю, неприятно. Вот, ну, неприятно эта система. Ситуация, как будто нас разводят. Вот сюда мы переехали без всякого развода. Нам дали цену, раз в год повышают. Как-то все понятно, да, а тут непонятно. Вообще вот непонятно. Какие-то вот добавляют, 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 добавляют. В общем, мы устали. Он звонит во второй наш RV-парк. Там нам предлагали место, мы на него были согласны, но его занял сосед. То ли он второй взял себе место, то ли он кого-то родню перевозит, но он его официально выкупил, ну как, арендовал, и все, мы лишились. И, в общем, мы будем ждать. И мой муж спросил, какая у вас цена. Она говорит, 725 или 750. В общем, вот это, я уже забыла, где-то 700. И он говорит, ничего другого нет. Она говорит, ничего другого нет. Вот так вот. Ну и, в общем, ну а там места нет. И, в общем, мы так обрадовались, когда мы решили, что мы не поедем. Мы действительно обрадовались, мы действительно прям релакснулись. И у меня муж, он хотел, что вообще работать не будет. После сентября месяца. Теперь, получается, он сказал, что он будет работать только вместо... где-то 18-20 часов, он сейчас работает неделю. Будет работать 10-15 часов в неделю. Ну вот, таким образом мы решили так вот, какой-то баланс нашли. И, в общем, мы так обрадовались. Мы по-своему очень обрадовались, что мы вот не будем переезжать. Здесь мы уже здесь привыкли жить. Вот, нам здесь всё нравится. Потом дети здесь. Я люблю магазины. Я здесь научилась по всем магазинам. То, что мне нужно. Ну, в общем, какой-то кайф и неохота было уезжать. Вот даже жалко цветочки вот эти свои, да? Потому что там жарко летом, гораздо жарче, чем здесь. Там столько цветов не вырастешь. Не вырастешь помидоры. Ну, в общем... А я люблю помидорки свои. Три кустика люблю. И... Вот это одна новость. Мы остаёмся здесь. И, соответственно, мы не уезжаем. Полгода не будем жить в Казахстане. Вот. Ну, когда переедем в Рейдинг, там посмотрим. Возможно, мы когда-нибудь переедем. Может быть, не этот год. Ну, в общем, жизнь покажет. Следующий у нас план... Ну, я буду летать в Казахстан. Ну, это будет не шестимесячный, а вот месяц. Месяц туда и обратно. Вот так вот. Следующее, то, что я сдавала на эмиграцию... На гражданство, вернее. На гражданство. И это было во второй половине июня. Наверное, 19 или 20 июня. В общем, это три месяца прошло с тех пор. И мы, когда туда пришли, нам девушка-офицер сказала, что вам нужно еще донести документы. Хотя они были там все, но, в общем, она еще хотела убедиться в наших отношениях. Ну, ладно. И сказала, ждите. Когда пока мы ждали этот... От нее... Вначале надо было от нее письмо дождаться. Пока мы ждали это письмо, мне пришла бумага с этой же организации о том, что вообще отменяется вся моя запись, которую вот... Мы уже ее прошли, эту запись. То есть в американских тоже бывают путаницы. В общем, один отдел принял у меня интервью, а другой отдел пишет, что это интервью отменяется. Ладно, я расстроилась. Муж говорит, не расстраивайся, ничего подобного. Это просто вот путаница по отделам. Ладно, через дней несколько, дней 10 после вот этого письма приходит, да, то настоящее письмо, которое она требовала от меня, от нас, что мы должны еще подтвердить о том, что вот мы в браке, что у нас вот, что мы вместе. Мы это все сделали, это было, ну, где-то дня 3-4 мы занимались этим, потом вот ходили на почту, делали копии, делали какие-то, если это постарее даты, что-то даже подлинниками отправляли. В общем, все это мы сделали. И потом приходит письмо мне на электронный адрес, типа ждите-ждите-ждите, потом приходит нормальное письмо уже от них, что да, все получили, опять ждите-ждите-ждите. И еще 7 сентября электронное письмо приходит, уже 7 сентября написали, что 30 дней, вот в 30 днях точно вам что-то будет. И вчера в пятницу вечером мы идем на почту и получаем письмо, и там написано, тадам, мне 23-го, да? В общем, в следующую пятницу, не в эту пятницу, когда письмо получили, а в следующую пятницу будет моя присяга. В 7 часов 30 минут, это прямо утром рано, я говорю, разве так бывает? Он говорит, ну, наверное, бывает, они работают так, наверное. Думаю, ну ладно, в 7.30 так, в 7.30, но у меня муж по пятницам не работает, как раз нормально, мы в пятницу поедем, и я пройду присягу, надеюсь. Вот, то есть вот такие у нас новости, что еще сказать? Ну, на этом. А, ну да, и еще то, что я, собственно, практически не вела свой канал. Надеюсь, что теперь у меня будет регулярно выходить видео. Всех обнимаю, всех люблю, благодарю за подписку. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok